давайте встанем перед чтением торы драгоценный отец благословляем твое имя божие благодарим тебя за тору который ты дал нашему народу для того чтобы мы ходили при тобой и познавали тебя и благодарим за ишо который господи есть живая тора данная тобой для нас небес господи который есть наша жизнь и наше спасение аминь итак друзья изучаем следующий раздел торы называется бешалах когда отпустил он указывает на то что основным его содержанием будет время которое еврейский народ начал проводить уже после исхода из египта когда фараон вынужден был не просто отпустил вынужден был отпустить евреев из рабства содержание раздела это исход 13 глава 17 стих до 17 главы 16 стих то есть до конца 17 главы начнем с чтения собственно торы 17 стих 13 главы когда же фараон отпустил народ бог не повел его по дороге земли филиссимской потому что она близка я бы сказал бог чтобы не раскаялся народ увидев войну и не возвратился в египет я ввел бог народ дорогу и пустынную черному морю и вышли сына израилев вооруженные здесь написано вооруженные но в одном из переводом там разъяснено снабженные всем что нужно для боя и перехода из земли египетской вот меня как бы очень утешила как вот этот момент потому что если бог выводит он выводит снабженным всем необходимым для боя и перехода мы будем дальше говорить и мы запомним это да вот и дальше здесь говорится о том как израиль приходит к морю фараон гонится за время чтобы вернуть их египет господь разделяет воды для израиля и топит египтян тоже еслино песен маисей и морями маисей дает воды сделает воды мир и сладкими потому что они были горькие и там евреев роптали в ответ на опыт израильтян господа ютимом а также после также дает воду из скалы и в завершении насчет война с амаликом чтобы нападение малика произошло это амалик 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 им амалякиlate Это потомки одного из сыновей Исава, чтобы вы знали. И израильцяне побеждают Амаликитян. Мы в дальнейшем, в скором времени будем праздновать Пурим. И нам надо знать, просто помнить, может быть, что злобный Аман, задумывавший уничтожение евреев, он был как раз потомком царей этого народа. Все так как бы родственничек, так сказать. Вот. Значит, сегодняшний раздел показывает, как Бог Израиля не только чудесно провел Израиль через море, но и нежно восполнял нужды своего постоянно ропщущего народа. Он относился к нему как к ребенку. Тогда народ-то, он и был, в общем-то, как к ребенку, поэтому как бы Богу роптали, он давал. Значит, не было воды, Моисей ударил по скале, пошла вода. Вода была горькой, не понравилась, он сделал ее сладкой. Значит, захотели мясо, дал перепелов, захотели хлеба, дал ман. Появились враги, дал победу. Все это являло Израиля Бога в новом качестве, Бога Яхве, Бога Завета. Вот. И я хочу сказать, я дальше буду продолжать, хочу сказать, что я, готовясь к этому комментарию, я получил сам, для меня это большое откровение и утешение, вот, когда Бог давал ман, я, знаете, мы же понимаем, что мы живем во время сложное, последнее время, да, вот, и все может быть, и может быть, многие сидящие здесь, они, как бы, доживут до того времени, я думаю, что так оно и будет, когда нам придется выбирать, принимать начертание зверя, да, на руку или не принимать. Я все время размышлял, думаю, Боже, как же, как мы будем? Я вот не представлял просто себе, но думал, ну, наверное, придется умирать. Как-то так, а здесь я понял, не-не-не, друзья, это же тоже исход нашего народа, и если Бог будет выводить, Он даст этот ман, не зная в каком виде, как Он даст, Он даст этот ман, я так думаю, даже иногда перепелов, аминь. Вот, так что, я думаю, что это утешит тем, кто боялся, как бы, этого времени. Так, итак, мы продолжим. Итак, Бог давал все необходимое, и израильтяне начали познавать своего Бога именно как, уже под новым именем. Помните, после первого разговора с фараоном, это глава шестая исхода, когда Моисей говорил, Боже, ну ты не спас, не спас свой народ, я пошел к фараону, сказал ему, а он нас нагрузил здесь, соломы не дал, и так далее. Он говорит, постой, успокойся, Моисей, значит, сейчас вот теперь, только теперь я сейчас начну показывать себя, кто я. И он четыре раза в этом разговоре, рассказывая о себе, Бог повторил, что он Яхве. Говорит, вы слышали? То есть твой народ, в принципе, он слышал это имя, но вы не знали меня, вы знали меня как Эль-Шадай, ну как тот, который усматривает все необходимое для текущего дня, да, так Бог всемогущий, который вот там защищает от фараона, когда там Авраам был в Египте, который там защищает от какого-то царя там в Гераре или еще что-то, вот. Но теперь вы узнаете меня как Яхве, то есть как Бога Завета, как того, кто обещал вашим предкам, то есть вашим праотцам, который обещал, что вы в свое время, вы выйдете из Египта, и вы войдете в землю, вы будете свободным народом, вы будете великим народом, вы будете моим народом. Вы этого не знаете, вот. Но теперь вы начнете это познавать. И вот теперь именно с казней, значит, которые произошли в Египте, именно с этого момента, момента исхода, израильский народ, значит, еврейский народ, он начал познавать Бога, уже как Бога Завета, как того Бога, который обещал спасать, и он начал спасать. И, значит, Бог говорил, что вы меня не знали, потому что вы не видели, как я это могу делать. А теперь я вам покажу, как это происходит на самом деле. И, конечно же, евреи, находясь в рабстве, они, ну, слушали, наверное, им отцы рассказывали, да, о том, кто такой Бог, да, как он спасал, там, Авраама, значит, как он действовал в жизни Иакова, и так далее. И они слушали, говорили, да, Бог. А потом вспоминали, что они рабы, и что им надо завтра месить глину и делать кирпичи. Но они думали, наверное, Бог, он где-то там, далеко. Ну, как многие верующие, знаете, они знают, что Бог есть, но он где-то там, он такой правильный, он хороший, но он где-то там, он не действует в моей жизни. И вот теперь Бог начал действовать в жизни всего народа и в жизни каждого человека. То есть это теперь уже, он перешел из разряда рассказов, мифов, он перешел в разряд живого Бога. И поэтому, когда вот слово вот это, живой Бог, вот вы обратили внимание, когда говоришь религиозному человеку живой Бог, да, он так немножко его так передергивает, потому что он считает, что он говорит с неким религиозным экстремистом, понимаете, вот таким вот, что ты случайно там не этот, не этот, ну, короче говоря, не из новых там церквей каких-то, понимаете, вот, значит, ты, то есть не евангельский ли ты верующий случайно, понимаете, вот я об этом хотел сказать. То есть когда живой Бог, вот, то есть когда живой Бог оживает в жизни человека, то нечто происходит, нечто происходит. И вот это вот нечто, то, что мы видим в сегодняшнем разделе, оно начало происходить в жизни каждого еврея, и они увидели, что он реальный, он живой, они увидели, как он действует здесь, сейчас, ну, офлайн просто, понимаете, такое слово, да, вот, и они начали, и они начали познавать, и они начали познавать своего Бога, именно какое, вот, смотрите, в ситуации спасения от египтян при Черном море, они познали Бога, как спасителя, это можно прочитать в песне Моисея, это в нашем разделе, исход 15, 2, где Моисей говорит, Господь, крепость моя и слава моя, Он был мне спасением, друзья, в слове спасением, здесь так и говорится, Он был мне Ешоа, когда Господь в столбе облака и пламени шел впереди своего народа, тот познавал его как кого? Кто идет впереди стада Божьего? Конечно, как пастыря, как пастыря мой, ях выроя, Господь пастырь мой, народ, который, ну, пастушеский народ, скотоводческий народ, конечно, он это явно видел, когда видел этот столб огня, да, или столб, значит, облака, облака, да, значит, он, конечно, впереди народа, конечно, а израильские пастухи, они не сзади идут, они впереди, конечно, он, как бы, принимал именно своего Бога, как Бога пастыря моего, и Давид в последствии об этом говорил, Господь, пастырь мой, когда Бог давал народу маны перепелов, Израиль познавал его как Яхва Ира, то есть Бога, усматривающего все необходимое для своего народа, и в сегодняшнем разделе также Бог назвал себя перед народом Яхва Рафа, Господь, Целитель мой, он еще пока не проявил себя здесь, но он уже назвал себя именно в этом разделе, и они услышали об этом, после победы над Маликом, написано в конце сегодняшнего раздела, устроил Моисей жертвенник, и нарек ему имя Яхва Нисси, Господь, знамя мое, то есть Бог, он начал в реальности познавать, что Бог, он реальный, живой, и действует здесь, и сейчас. И в сегодняшнем разделе есть еще одна тема, которая присутствует, но за всеми божьими чудесами, с Израилем находится как бы на втором плане. Дело в том, что к исходу имя Бога Израиля как бы затеряло среди сонми иных богов и башков. Вы представляете, да? То есть весь цивилизованный мир тогда, он находился между Тигром и Нилом, фактически. Ну, говорят, что это было 15-20 миллионов человек. И каждая страна, каждое государство, каждый город, каждая деревня, каждая семья, может быть, там, или многие семьи, они имели собственных богов и башков. И имя Бога, конечно, оно затеряло. Многие верили, мы знаем об этом, да? В это время же там где-то жил Иов, был, значит, значит, и в Иерусалиме Мелхиседок был, да? И так далее. то есть и друзья его жили, и так далее, и, соответственно, Авраам и так далее. То есть это, то есть были люди, которые знали Бога, Единого. Но мир погряз в этом, значит, выдало поклонствия, выдало поклонствия. И евреи это особенно видели, потому что они находились в Египте. А Египет – это страна, где было множество этих звероподобных богов, там, с головами крокодилов, птиц разных и тому подобного. И здесь Бог, он, я все равно явил себя именно как Бог, стоящий над всем этим. Впервые после потопа и Египет, и Израиль, и все народы увидели, что Бог есть, глобальный Бог, и Он есть Бог истории. Бог, который стоит над, над всеми. Это может быть, оно как-то за всеми этими чудесами, но это очень важно понять, и в дальнейшем, ну, якобы, коснусь еще этой темы. Вот как об этом пел в своей песне Моисей. Ну, я не знаю, пел ли он в этот момент, он говорил, что он косоязычный, но я так думаю, что после того, как перейдешь море, да, и тебя избавят, то ты здесь, наверное, запоешь вообще-то. Так что, написано пел, значит, он пел. Кто ты, Господи, между богами, кто ты так величествен, святостью, достопочтим хвалами, творец чудес. Ты ведешь милостью твоею народ сей, которых ты избавил, сопровождаешь силою твоей в жилище святыни твоей. Услышали народы и трепещут, ужас объял жителей, жителей филистимских. Тогда смустились князя и домов, трепет объял вождей маевитских, уныли все жители Ханаана. То есть он говорит, что все народы, они уныли, трепещут и так далее. Да нападет на них страх и ужас от величия мышцы твоей, да они имеют и никак камень, да коли проходит народ твой Божий, да коли проходит народ, который ты избрал, Господь будет царствовать во веки и в вечность. Аминь. Твердим это. Итак, в этой песне Моисей говорит о том, что в событиях казни египетских исходе народ Израиля начал познавать Яхвы как реального и живого Бога, действующего в его жизни. В исходе Бог впервые после потопа явил себя глобальным Богом истории, влияющим на судьбы народов. И здесь еще такая у меня маленькая как бы вставочка есть, как бы которая сопутствующая. Здесь дальше написано, это в песне Мариам. И взяла Мариам пророчица сестра Аронова в руку свою тимпан, и вышли за ними все женщины с тимпаном и ликованием. Ну, вместо ликованием, это с радостными танцами. И воспела Мариам перед ними, пойте Господу, ибо высоко превознесся он коня и всадника его, вернув в море. Все, больше здесь ничего, дальше об этом танце не говорится. То есть, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что то, что мы видим здесь, да, когда наши женщины танцуют им, мужчины помогают и так далее. То есть, это берет, вот оно первое. То, что здесь, это продолжение всего, что было 3,5 тысячи, началось 3,5 тысячи лет назад. Это пророческое действие. Каждый танец, это не просто, обратите внимание, я просто всегда сижу впереди, вижу, я воспринимаю это. То есть, каждый танец, это пророческое действие, это сопровождение того, что говорят проповедники, того, что поется на сцене. То есть, когда говорится величие Бога. Женщины наши показывают, насколько он велик, да, насколько мы поклоняемся ему и так далее. Аминь. И да благословит их Бог. И то, что Марьяме в это время было 90 лет, говорит о том, что Богу нравится, когда все танцуют. Ему все равно, сколько лет, значит, но ему это нравится. Итак, в завершении, как бы, своего завершающей части, что я хочу сказать. Каждый исход был отделом добровольным, вообще-то. Я хочу, может быть, не все это понимают, вот, значит, я тоже думал, что вот сказали народу, он пошел. На самом деле, комментаторы говорят, что не все пошли, много осталось, некоторые говорят, даже большинство осталось. Вот. Поэтому это, исход, это дело добровольное. Мы будем говорить также, в дальнейшем, о личном исходе, да. Вот. То есть, я хочу, просто акцентировать на это внимание. Вышли все, кто хотели. И с ними, из других народов тоже, кто хотели. Второе. Значит, исход еврейского народа из Египта, его жизнь в пустыне, всегда для всех верующих была прообразом выхода людей из египетского, вообще из рабства, из духовного рабства, так вот скажем. Не просто из египетского, из духовного рабства. И размышления над этой темой, оно всегда оказывает самое благотворное воздействие на жизнь верующего человека. Вообще, ну, уроки Синайской пустыни, это, ну, это очень круто. То есть, кто разбирается, тот приобретет множество, скажем так, мудрости, да, для того, чтобы жить правильно и ходить перед Богом. Но, размышляя над сегодняшней главой, я понял, что тема исхода, значит, она не только включает, как бы, духовный исход, да. То есть, мы говорим, ну, духовный исход, это прообраз духовного исхода. Я увидел там еще другие исходы, понимаете, то есть, сопутствующие такие, да, и мы должны понимать, что Бог запланировал, когда Бог выводит нас, как верующих, откуда-то, ну, из того, там, где не очень хорошо, да, там, где есть рабство определенное, Он выводит нас, прежде всего, из духовного рабства, это основа всех основ, но также Он выводит нас из других видов рабства, понимаете, ну, например, вот место, где ограничены возможности и твои, и действия Бога. Есть такие места в нашей жизни. Вот у Израиля, допустим, в Египте, там уже было ограничение. Исход от определенной неорганизованности и безответственности в сторону порядка и ответственности, это как в жизни и Израиля, и в жизни верующих, да, исход от экономического рабства и нищеты в сторону экономической самостоятельности Божьего обеспечения. Это все было в еврейском народе, это все для нас также, понимаете, о чем я говорю. Или исход, допустим, от глупости предрассудков, в которой мы, как неверующие, находились, да. Ну, например, о многих вещах глупости предрассудков, как воспитывать детей, как строить семью, например, там, как работать, там, я не знаю, ну, много разных предрассудков в сторону Божьей мудрости, да, и в сторону Божьего порядка. Всегда есть, у нас всегда есть вот эти вот моменты, чтобы мы понимали, у нас есть возможность исхода в эту сторону. И Бог, Он обеспечивает всем необходимым, для того, чтобы мы и эти виды исхода мы совершили. Вот. И состояние исхода, что я хочу сказать, да, такая мысль, это нормальный процесс становления нормального верующего человека. Вообще ненормально, когда мы не находимся в состоянии исхода. Исход – это движение. Понимаете, если мы стоим, если мы стоим на месте, это ненормально. Но Библия говорит, если ты стоишь, думаешь, что стоишь, ты уже упал. Вот. Поэтому всегда вот это вот есть этот момент исхода, понимаете, и стремление к исходу должен быть в нашей жизни. И вот та мысль, которую я хочу, как бы, ну, основная мысль, может быть, сегодняшний мой комментарий, в состоянии личного исхода всегда легче познать живого Бога. То есть, если ты сидишь, вот как Израиль сидел там в Египте, да, ну, ты слышал о нем, ты знаешь, что он сильный, но если ты не идешь, то все, ты его не узнаешь, только в состоянии исхода, только в состоянии движения можно познать нашего Бога сильно, как Он есть на самом деле. И я хочу сказать, здесь сокращаю, что исход, он постоянно происходит. Я вижу в наших общинах, понимаете, постоянно исход. Я знаю, например, вот, если мы недовлетворены нашим, допустим, состоянием своим, то есть мы знаем Библию, но хотим ее глубже узнавать и так далее, то мы идем дальше. Например, наши ведущие служители, вот они, они здесь имеют, ну, они нам проповедуют, говорят о глубоких своих откровениях, но они все учатся, друзья, они все учатся сейчас, понимаете, вот, а многие, ну, не учатся и даже не думают об этом. Вот я еще хочу сказать, я знаю нескольких человек, которые совершили свой экономический исход от нищеты в сторону Божьего обеспечения, понимаете, они приняли решение, они начали идти, я знаю, я рад за них, я всегда радуюсь этому, понимаете, вот, и есть множество моментов, когда мы можем войти в состояние исхода, у нас должно быть это желание, внутреннее желание исхода, желание освобождения из того состояния, в котором каждый из нас находится, каждый из нас, он всегда находится в каком-то состоянии, которое побуждает нас выйти, аминь, из этого состояния. Вы понимаете, о чем я говорю, да? Вот. И, то есть, исход – это движение, это путь и дальнейшие пути. Библия множество раз говорит, что в жизни первое, что есть Божьи пути, есть Божьи пути. Ишуа говорит, что Он есть путь, да? То есть, Он как бы говорит, что вот эти все Божьи пути, они сосредотачиваются во мне, вот. И если мы действительно хотим выйти, да, вот, если мы хотим войти в этот исход, да, если мы хотим пройти успешно, то наше, как бы вот самое средоточие нашего успеха – это средоточиться на Ишуа, да, смотреть на Него, преображаться в Его образ, получать Его мышление, да, значит, смотреть, о чем Он говорил, потому что Библия призывает нас, чтобы слова хранить в сердце своем, да, вот, и идти тем путем, которым шел Он пред своим Отцом. Я ободряю себя, ободряю вас в этом, потому что мы все пути, да, Ишуа есть наш путь, истинная жизнь. Слава Ему. Аминь. 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 Аминь.